Привет, Новый Рингой! С вами я, Любовь Ламако и команда Сигма. Долгая ночь приближается. Нет, я сейчас не про наше реалити-шоу на Си-ТВ, я про полярную ночь. Заметили, что смерковаться начинает уже вскоре после обеда. Мы расскажем, что же произошло в этот короткий, но яркий день. Россияне согласны больше трудиться ради еще одного выходного. Так, за рабочую четырехдневку после интенсивной нагрузки высказали 40% респондентов. При этом 30% опрошенных не против даже задержаться и после окончания рабочего дня в обмен на три выходных. Почти 20% опрошенных заявили, что могут ради этого даже не обедать. При этом мнения насчет того, какой день сделать дополнительным выходным, разделились. Большинство за пятницу, однако, были и те, кто выбрал понедельник или даже в среду. Напомню, впервые с инициативой сокращения рабочей недели выступила Федерация независимых профсоюзов России. Позже аналогичную идею высказал Дмитрий Медведев. Он считает, такую возможность дает развитие экономики и роботизация производства. Хотят ли в Министерстве труда работать только 4 дня из 7, нам об этом пока неизвестно. Зато из новостей короткой строкой вы узнаете, кому и в каком ведомстве пришлось освободить кресло замминистра после года работы. Возможно, Россию ждет новый виток мусорной реформы. Дело в том, что ее прежний куратор в Министерстве природы Владимир Логинов ушел в отставку. Такое распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Логинов отвечал за сферу обращения с отходами, а также государственную политику в сфере охраны окружающей среды. На этот пост его назначили год назад, в ноябре 2018 года. Волна телефонного мошенничества породила новую инициативу. МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах и колониях. Таким образом, предложено бороться с преступными колл-центрами, организованными в местах лишения свободы. Вопрос, как это сделать, будут изучать полицейские совместно с ФСБ, Федеральной службой исполнения наказаний и Роскомнадзором. Свои соображения об установке блокираторов сигнала связи на территории исправительных учреждений ведомства должны представить до 30 июля 2020 года. Вахтовики газовой столицы сняли редкое природное явление на территории нашего округа. На видео несколько человек безуспешно пытаются потушить огонь на снегу. Пользователи соцсети иронизируют на тему нового месторождения, которое нашли газовики. Как выяснилось, горит метан, который скапливается под снегом на заболоченной местности. И это довольно опасно. Так что рабочим крупно повезло, что образовался не слишком большой газовый пузырь. А вот в Надымском районе попала в кадр борьба за место обитания между песцами и лисами. Автор видео сообщает, что наблюдает такое не впервые. Песцов и лис сейчас постоянно видят вблизи населенных пунктов. В Новом Уренгое рыжую плутовку несколько раз наблюдали этой зимой в районе Западной объездной. В городах и поселках дикие звери очень близко подходят к людям. Иногда становятся практически ручными, так как их прикармливают. Стоит помнить, что песцы и лисы могут быть переносчиками опасных болезней, в первую очередь бешенства. Сергей Рунько, Наталья Ореховских, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. Россияне назвали самые бесполезные бытовые вещи, которые они купили. Подробности узнавайте на НУР-24 в разделе «Общество». Эти данные стали поводом спросить у новорингойцев, а какая именно вещь в их доме самая бесполезная. Так, в первой тройке мультиварка, хлебопечка и робот-пылесос. Еще попали в антирейтинг увлажнитель воздуха, машина для сушки одежды и отпариватель. Меньше респондентов выбирали кухонный комбайн, кофеварку и обогреватель. Конечно, без него на Крайнем Севере никуда. К слову, у 7% опрошенных всего этого и вовсе нет. А еще 27% отметили, что у них в доме лишних вещей просто нет. Все, что мы используем, чтобы упростить себе жизнь, кто-то когда-то придумал. В итоге бытовая техника заменила нам штат-прислуги. А ученые, самые умные, самоученые, все не останавливаются. И даже позволяют себе иногда пошалить, изобретая безумные вещи. За эти патенты им не дают Нобелевские премии. Но самые нелепые открытия навсегда попадают в историю. Давайте вспомним самые яркие. Конструкторы из Казани готовы порадовать аграриев летающим трактором «Скиф», который 8 часов баражирует тотполями на малой высоте, распрыскивая удобрения. За рабочий день горючего съест на 11 тысяч рублей. Плюс полеты на нем сегодня нелегальны. Полезные изобретения, нечего сказать. Абсолютными лидерами по бесполезной науке стали японцы. 90% самых сумасбродных изобретений планеты принадлежит им. Суббрачные гении из этой страны от скуки разнообразят жизнь как могут. Не только свою, но и домашних питомцев. Тапочки-швабры для котов изобрели именно в стране восходящего солнца. Пыль и хвостатый уборщик не насобирает, зато повеселит всех, кто его случайно увидит. Палочки для спагетти с вентилятором. Кронштейн для бумажных полотенец на голове. Молочные железы для мужчин. Наука ради искусства, которая даже получила особое название – чиндогу. Хотя раньше пальма первенства принадлежала американцам. Кто еще додумается скрестить семейный велосипед со швейной машинкой или шляпу с радио? Практичные немецкие ученые придумали чехол для бананов. Чтобы не помялся, больше ни для чего. Хотя, чтобы помять банан в продуктовой сумке, надо сильно постараться. Заносим изобретения в список абсурдных, не стесняясь. Британские ученые, ставшие именем нарицательным, изобрели средства ухода от мира – подушку страус. Страшнейший серый плюшевый набалдашник, куда человек прячет голову и руки, как ни странно, пользуется спросом. Нож весом почти в полтора килограмма изобрели в Швейцарии. Коллекционная громадина шириной 23 сантиметра по паспорту умеет выполнять 141 операцию – от чистки зубов до нанесения смазки на лыжи и стоит 1400 долларов США. Но делает все из рук вон плохо. В Китае запатентовали поводок для ребенка – странный педагогический метод, в котором Поднебесные не видят ничего предосудительного. Во Франции ученые эстеты изобрели пьяный аэрозоль, брызнув который себе в рот, человек на несколько минут испытает чувство алкогольного опьянения. Стоимость спрея будущего – 26 долларов, эквивалент пяти бутылок водки. Шведские химики изобрели прозрачную древесину, из которой предлагают делать окна вместо пластиковых и стеклянных. Сделать это удалось путем удаления химического вещества – лигнина – из древесных волокон. И куда только смотрит Грета Тунберг. Сергей Рунько, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. К благотворительному марафону «Твори добро» уже готовятся присоединиться 9 школ города. В этом году впервые будет организована школьная ярмарка. Ученики из разных классов ждут покупателей. Все вырученные за продажу работы и сувениров деньги пойдут на помощь неизлечимо больным детям. Многие школы проводили уже до этого года какие-то свои акции помощи детям с различными заболеваниями. Но в этом году присоединились именно к нашей акции и выступают причастными к глобальному мероприятию «Твори добро». Так как вся ярмарка и благотворительный марафон в целом нацелен на то, чтобы оказать адресную помощь детям с различными заболеваниями, то, конечно, будет организован именно сбор средств. Ярмарки пройдут 9 и 16 ноября. Ребята и педагоги подготовят для этого разные площадки и мероприятия. Кто-то приглашает гостей на концертную программу, другие на мастер-классы, а третий мастерят поделки на продажу. Опыт благотворительности есть во многих школах Нового Уренгоя. В течение уже четырех лет помогаем детскому дому и по запросу именно этого учреждения приобретаем те товары, которые им необходимы. Это, например, оргтехника. Это такое масштабное мероприятие, на которое приходят с радостью. Мы встречаемся в необыкновенной атмосфере, потому что это реальная помощь детям. Главная цель предстоящего марафона «Твори добро» – собрать деньги для лечения и реабилитации детей. В этот раз необходимая сумма 3 миллиона 380 тысяч. Программу мероприятий школьной ярмарки вы можете найти на страничке марафона. Адрес у вас на экране. Детский церебральный паралич, порог сердца, аутизм, сильнейшие приступы судорог по ночам. Все это про одного ребенка. Он перенес сложнейшую операцию и вот уже 11 лет опровергает все прогнозы врачей. Знакомьтесь еще с одним участником благотворительного марафона из Югорска. Ой, счастье, счастье! Мама с работой пришла. Счастье – это когда рядом мама и папа. Правда, сказать это 11-летний югорчанин Никита Требухов не может. Жизнь этой семьи – череда бесконечных обследований и поисков ответа на вопрос, что с сыном. Первые тревожные сигналы появились, когда Никите было полгода. Не брал предметы сам. То есть в руку ему даешь вот этот хватательный рефлекс присутствия. Но взять игрушку самостоятельно он не брал, какими бы ни пытались заинтересовать. Никите был назначен на атропный препарат. Малыш стал брать игрушки, проявлять заинтересованность, но отставал в физическом и речевом развитии. Не держал спинку, не сидел, не говорил. В 10 месяцев, 11, обращаемся к неврологам. Нам говорят, подождите, подождите, это мальчик, а не попозже это все. В год мы приходим к неврологу, нам говорят, что ребенок не будет ни ходить, ни сидеть. Он будет овощем. У вас ДЦП. Вопреки неутешительному прогнозу, Никита сел, пополз и начал ходить, держась за руку. Конечно, прогресс родителей радовал, но в 10 месяцев у малыша начались сильнейшие судороги с потерей дыхания. На атропные препараты были отменены. А еще в два года Никита перенес серьезную операцию. У малыша был порог сердца, дефект межпредсердной перегородки. Срочно нужно заплатку уже ставить, не только ушивание, как это обычно делают, но и заплатку. Делают ребенку операцию, вроде бы как после операции немножко легче, даже появляются у нас какие-то отдельные слова в виде эхоповторения. В три года Никита пошел в детский сад. Мальчик быстро утомлялся, а потом и вовсе произошел откат в развитии. Ухудшилась походка, пропала речь. К диагнозу ДЦП добавился аутизм. Все это время ребенок страдал от судорог. Приступы случались ночью, с 12 до 3 часов. Для родителей до сих пор это время суток самое тревожное. Не спим, бдим с папой по очереди, засыпаем только после этого времени. А утром, в 6 утра подъем, работа. Работу никто не отменял. Потому что на все удовольствие, обследование, лечение, не сдавание, то, что нам говорят, смиритесь, у вас такой ребенок. А мы не можем смириться с тем, что у нас такой ребенок. Мы хотим, чтобы он развивался. Соответственно, надо на это все заработать деньги. Денег требуется много. Обследования и консультации врачей все эти годы не прекращаются. То, что происходит с Никитой, совсем не вписывается в клиническую картину ДЦП и аутизма. Судорожные приступы привели Требуховых к эпилептологам. Все обследования МРТ, эпилептологи по разным городам, начиная от Ставрополь, Краснодар, Сургут, Питер, все это ездится только за свой счет. И ищется самое, что очень тяжело, найти врача, найти, кто поможет хотя бы обследовать, скажет, что с нашим ребенком. Год назад в НИИ Бехтерево впервые прозвучал диагноз склероз гиппокампа. Именно он провоцирует судороги. Диагноз подтвердился на МРТ. Все, что мы видели, что ребенок откат в развитии, это вот этот склероз. Требуется постоянное занятие и напоминание. Разденься, покушай. Должен быть строгий алгоритм, чтобы у ребенка в памяти хотя бы на уровне рефлексов оставалось, что ему нужно это делать. А главное при этом заболевании – грамотный подбор противосудорожных препаратов. И это еще одна серьезная статья расходов в семье Требуховых. Бесплатно выдается только Депакин. Как работает Депакин? Чтобы не было судорог, мы отключаем работу по максимуму головного мозга. Соответственно, и так проблемы есть с тем, чтобы хоть как-то голова работала, мозг. У него импульсов нет. Это даже видно на ЭГ. Назначают новый препарат – Зенегран. Препарат дорогостоящий. Если брать в розницу – 6 тысяч упаковка. Две упаковки в месяц. Жизненно необходимый. Если мы на него переходим, а мы взяли такое направление, то отказаться от него мы не можем. За 9 месяцев приема нового препарата изменилось многое. Исчезли головные боли, носовые кровотечения. Родители Никиты отмечают стремительный прогресс в умственном развитии. Как нам говорит наша врач, что потери интеллекта у ребенка нет. Он просто думать тяжело. Она говорит, представьте вам электротоком, будут бить в голову каждый раз, когда вы будете думать. Вместе с родителями успехом Никиты радуется и его няня. Любовь Огонькова – педагог-психолог. Она с мальчиком уже два года. Ежедневно с 8 утра до 6 вечера. Это, наверное, даже не няня, а еще одна бабушка. Потому что времени проводит она намного больше, даже нас всех вместе взятых, бабушек и нас с ней. Потому что я вот эти два года, у меня нет, я не ищу, куда деть ребенка. Потому что я работаю, садиков нет, школ нет. Сейчас, конечно, за счет того, что он принимает такие хорошие лекарства, они дорогостоящие, конечно, но за счет этого он запоминает теперь уже действия, понимает меня, откликается. Он не откликался, как будто меня не слышит. Мне приходилось много над этим работать. Звуки у ребенка появились. Мало того, ребенок пытается взаимодействовать с нами. Он говорит нет, не словами, но нет. Стал показывать. Я хочу пить. Он показывает на коробку сока. Я хочу кашу. Он походит, он знает. Мало того, сейчас он запомнил, что где кашу разогревают. Вот он подходит, по микроволновке стучит пальчиками. Я хочу есть. Заниматься он садится. Я хочу заниматься. Никогда не было, что я хочу заниматься. Хочу гулять. Он знает, где дверь. Он идет в дверь. И это за 9 месяцев. А впереди целая жизнь, наполненная заботами о сыне. Только для того, чтобы обеспечить Никите необходимые лекарства и уход, требуется 300 тысяч рублей в год. Требуховы 11 лет борются за своего сына. Помочь им победить может каждый из нас. Коренные северяне называют эту птицу снежной бабушкой. Зимой она считается самым грозным пернатым хищником тундры. В этом году белый символ Нового Рингоя летит на Ямал с Таймыра. Мы выяснили у орнитологов причину неожиданных налетов. И расскажем, стоит ли опасаться такого соседства. Детской экологической станции уже больше 10 лет живут две полярные совы. Однако, говорят специалисты, нередко к ним диких птиц привозят горожане и волонтеры. Если животные истощенные, допустим, или раненые, тогда людям легче их поймать и привезти к нам. Или вы лечитесь, есть возможность у себя. Нередки случаи, когда совы сталкиваются с самолетами. Но гораздо чаще эти птицы попадают в ДТП, потому что они не боятся света фар-машин. Такое случилось и с совенком, который оказался в Новом Рингое. Специалисты пытались спасти малыша, но птица была сильно травмирована. Он был истощенный, потому что, во-первых, он совенок этого года, детеныш, он не мог найти себе пищу, и поэтому он вышел к людям. Полярных сов в последнее время ямальцы встречают часто. А это, к примеру, стало звездой городских пабликов Муравленко. Краснокнижная птица спокойно летела с машины на машину и практически не боялась людей, позволяя им себя фотографировать. Зачастую горожанам приходится спасать сов от других птиц и собак. Как в этом случае. Ноябрянка практически отбила птицу от стаи. Что полярные совы, обычно живущие в лесах, делают в населенных пунктах, знают орнитологи. Они-то и подтверждают, то, что совы зачастили в города – факт. Мы узнали, что в этом году на Западном Таймире был пик численности грызунов, который является основной пищей для белых сов. Поэтому там было очень хорошее размножение, очень много белых сов появилось. И мы считаем, что именно поэтому, особенно в южной части округа, в восточной части округа и в более южных районах, будет наблюдаться все больше и больше белых сов в эту зиму. По оценкам специалистов, в Арктике в год в среднем насчитывается около 40 тысяч этих птиц. В 2015 году орнитологами была зафиксирована крупнейшая в мире концентрация белых сов на Ямале. Особенно много на острове Белый. Тогда там на 10 квадратных километров обитало около 250 особей. Соседство с полярными совами абсолютно безопасно для горожан, уверяют специалисты. К тому же, как показывает практика, чаще именно люди вручают пернатых, которые, между прочим, являются символом нового уренгоя. Лала Гасанова, Вероника Самошкина, Феликс Расихин, радио компания «Сигма» для НОР-24. Сейчас в эфире программа «Патруль». В этот раз сводку преступлений и происшествий вам расскажет Лала Гасанова. Есть слово. А у меня все новости к этому часу. До встречи в эфире. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!